Здравствуйте, меня зовут Екатерина Грициенко, в эфире газета на ТВ. Маленький перепелятник в Шенкурске должен превратиться в ферму, приносящую прибыль. Так оптимистично начинается статья свежего выпуска газеты «Правда Севера». Ее автор Павел Кононов сегодня гость нашей студии. Павел, здравствуйте. Здравствуйте, Катерина. Итак, вы побывали в Шенкурске, посетили перепелятник. Как впечатление? Ну, в первую очередь, я знал, что он маленький, но я не знал, насколько он маленький. То есть, это на самом деле, это маленькая такая избушка без окон с одной дверью. В одной комнате в пять этажей клетки птичками, маленькими птичками. В одной комнатушке два инкубатора, это вот такие ящики из пенопласта. В третьей комнатушке цыплята. Они там где-то в темноте под инфракрасной лампочкой леются. Ну, то есть, тесно птичкам. Птичка, видимо, нормальна. Хозяйка говорит, что им хорошо, когда их много, они себя согревают. Героиня вашей статьи, Ирина Сахарова. Как появился ее бизнес, с чего все началось? По-моему, 2012 года она пробовала держать птиц просто в домашнем хозяйстве, перепелов. А некоторое время назад решила попробовать сделать это уже бизнесом. Она встала на учет в службе занятости. Как начинающий предприниматель получила грант, на который купила самое первое оборудование, вот эти вот инкубаторы, клетки. Ну и вот начала этих птиц разводить хоть в каких-то объемах. А потом получила еще один грант уже через администрацию районную и купила оборудование для расширения бизнеса, потому что сейчас она не имеет возможности продавать мясо, потому как у нее нет угодного цеха. Ну а куда поставляются яйца? Яйца поставляются в местную торговую сеть, яйца поставляются в Северодвинск, в магазин в один. И, в принципе, еще есть рынок сбыта широкий, но среди частных лиц, через знакомых, в Шенкурске, в Архангельске. Ну то есть кормят регион шенкурские птички? Ну, если я не ошибаюсь, я бы пытался найти, есть ли у нее какие-то конкуренты в области, по-моему, нет. То есть, судя по всему, это хозяйство единственное перепелиное в Архангельской области, как это ни странно. Ну, казалось бы, должны дела идти, идти хорошо. Тем не менее, приведу цитату, Ирина, цитату из вашей статьи. Мы думаем, если поголовье увеличится, тогда будет смысл работать, а с тем количеством, которое сейчас есть, оно само для себя. Себя окупает и все. Какие-то совсем небольшие тыщенки остаются в кармане. То есть бизнес бизнесом, а выгоды от него особо и нет, получается, так? Ну, видимо, да. То есть, в том смысле, чтобы была большая прибыль, надо бизнес увеличивать. Ну, а чего не хватает? Почему не увеличить поголовье? У вас стоит вопрос, если... Ну, как, не хватает поголовья, да? Чтобы было поголовье, надо, чтобы было где его содержать. Чтобы его было содержать, надо строить новый перепелятник. Разов три больше, по крайней мере, чем имеющийся. А теперь надо его строить, видимо, не в городе, потому что это стоит буквально в городе, на участке рядом с новым, недостроенным, семейным. Ирина рассказала, что они подыскивают участок именно земли сельхозназначения, где-то рядом с Шенкурском, с тем, чтобы строить новые хозяйства. Ну, а с какими вообще трудностями сталкивается предприниматель? Вам удалось ведь с ней поговорить, что-то выяснить? Ну, вероятно, сейчас эти трудности, наверное, не критические, это просто начало дела. Конечно, с чем она столкнулась, в первую очередь, с тем, что, видимо, не ожидалось с самого начала, это вот рост цены на все, что она использует. Корма подорожали в два раза с прошлого года. При этом поднять цены на свою продукцию так сильно она не может. То есть она рассказала, что яички продаются, это уже расскажу, вот на фотографии показано, в таких маленьких коробочках по 18 яичек. Эта коробочка год назад стоила 50 рублей, если не ошибаюсь, сейчас она продает по 70, ну, и торговым организациям сдает по 70. Выше поднять не может, потому что спроса не будет. А корма, повторюсь, подорожали вдвое. То есть... Ну, в будущее ты уверенно смотрит? Вообще впечатлили, опыт вдохновил? Ну, по крайней мере, она собирается это дело продолжать, хотя и говорит, что, конечно, сейчас этот маленький перепелятник не может быть там кормилицем семьи. То есть без бизнеса ее супруга, конечно, они бы не прожили. Павел, ну а почему важно и вам было важно рассказать вот о таком предпринимателе, о таком предпринимательстве? Я не знаю, почему важно, но это... Вот пока это пример, во-первых, начинающего предпринимателя, во-вторых, предпринимателя, у которого все... Ну, может быть, нет заметной прибыли сейчас, но, по крайней мере, все идет, ну, более-менее гладко и более-менее, ну, как сказать, спланированно. Развивается. Развивается. То есть если у нее все получится дальше с новым строительством, с увеличением поголовья, ну, будет бизнес. Мы будем надеяться, что и у Ирины все получится, и у других предпринимателей тоже все получится, и бизнес будет процветать в нашем регионе. Я благодарю вас, Павел, за беседу. Ну, я думаю, самое время рассказать о других интересных статьях свежего выпуска «Правда Севера». Давайте попробуем. Хочется обратить внимание на колонку главного редактора Светлана Лоченко. Она тоже начинается не с перепелов, но с других, даже не фермеров, но с большого хозяйства тоже в Шенковском районе. Мы будем про нее писать в следующем номере. Это известная тема просто в силу не уникальности, а экзотичности морковной чипсы. Помните такое слово? Известная теперь вещь, да, но получается так, что это предприятие оказалось в очень сложном положении и вообще под угрозой закрытия, потому что тоже в силу каких-то сложностей, казалось бы, ну, видимо, объективных, может оказаться, что им придется свернуться, что плохо. Потому что это, кроме чипсов, это большая ферма молочная, это предприятие, вокруг которого существует куст деревень, и если оно не выкарабкается, а ему, наверное, надо в этом помочь, то это будет печально. Мы следим давно и внимательно за процессом выборов главы Архангельска и публикуем, во-первых, может быть, выжимки из тех больших текстов, которые мы делали про нескольких претендентов на эту должность. И Петр Петрович Орлов, который будет в том числе работать в комиссии, которая будет из претендентов выбирать кандидатов, из которых Гордума будет выбирать главу Архангельска, комментирует свою деятельность в Общественной палате России. Ну, это, скажем так, интервью с начальником управления внутренних дел в честь Дня милиции или полиции, или как это называется. И информация по теме, за которой мы тоже следим, о том, что председатели Федерации независимых профсоюзов в Хрангельской области, наконец-то, будут судить. Ну, в смысле, дело дошло до суда. Но, что для нас неожиданно, что суд будет проходить в Анеде. И материал про норвежских художников, побывавших в нашей глубинке. Это наша глубинка, это тоже так совпало, Шенгурский район. Мы не специально его весь собрали в одном номере. Но они побывали у нашего хорошего знакомого, Михаила Бронского, из деревни Золотилова. Вот, посмотрели деревенскую жизнь, говорят, что с полным погружением. Ну что ж, Павел, да, я думаю, есть на что обратить внимание читателям. Я благодарю вас еще раз за беседу и жду всегда вновь вас в этой студии. Спасибо, я еще приду. Напомню, у нас в гостях был журналист областной газеты «Правда Севера» Павел Кононов. Мы увидимся в эфире ровно через неделю. Хороших выходных и до встречи. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»